Ну, если вы только копите вопросы, то тогда передадим микрофон Михаилу Егорычу, попросим его показать. Спасибо большое, доброе утро. Ну, все мы знаем, что проблемы со вскрытием передней капсулы при набухающей катаракте всегда имеются. Естественно, мы прибегаем к разным уловкам, вот, да? К разным уловкам делаем двойной капсулу Рексис, ну, и это иногда не помогает. Поэтому было желание, в общем-то, попробовать использовать линзыкс в этом случае для того, чтобы, ну, стандартизировать этот этап операции. Поэтому я покажу два очень коротких, сильно обрезанных фильма. Вот, мы сделали капсулу Рексис и проверяем, покрасили капсулу, проверяем ее состоятельность и качество переднего капсулы Рексиса. Он, как правило, совершенный. В данном случае абсолютно без перемычек всплывает. И, естественно, это позволяет нам потом провести факоэминфикацию без особых проблем. Вот, и дальше мы посмотрим, ну, конечно, нарезание ядра происходит не очень, в силу того, что среды непрозрачные. Но, тем не менее, капсулу Рексис очень хорош с прямым, вот, как сейчас мы видим, с нормальными границами, что позволяет нам выполнить эту процедуру стандартно. Второй случай похожий, реальная набухающая катаракта с мелкой камерой. Вот, и происходит, видите, такой взрыв, выброс хрусталиковых масс в переднюю камеру. Естественно, всегда думаешь о том, насколько хороша будет, хорош будет капсула Рексис, будет ли он таким же эластичным и крепким, как при мануальном вскрытии передней капсулы. Вот, проверяем, опять же, состоятельность, ну, есть, конечно, в данном случае нюансы, ну, такие очень маленькие перемычки, которые, конечно, при определенном опыте можно обойти. То есть, видите, я не обхожу капсулу Рексис, как мы это раньше делали, когда при интерфейсе, который, когда мы начинали, интерфейс был без контактной линзы. И, конечно, там проблемы были со вскрытием передней капсулы, приходилось обходить большим диаметром эти перемычки. Вот, поэтому, в принципе, думаю, что можно сделать вывод таков, что использовать фентосекундное сопровождение при набухающих катарактах, когда фактически основным вопросом в этой хирургии стоит, так сказать, скрытие передней капсулы. И от того, насколько это будет эффективно и качественно, будет зависеть эффект и проведение, дальнейшее проведение нашей стандартной процедуры. Спасибо за внимание.